Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Отец, мы прославляем тебя сегодня. Мы открываем свое сердце. Мы открываем свой разум. Ты сказал, когда был на земле. Кто имеет уши слышать, дослышит. Господь, мы открываем свои уши. Мы берем это. Мы принимаем откровение с небес. И мы имеем уши слышать. Скажите это вместе со мной. Я имею уши слышать. Скажите это еще раз. Я имею уши слышать. Я знаю голос Господа. Я слышу его, когда он говорит со мной. И я не пойду за чужим. Сегодня мой день, чтобы услышать с небес. Если вы верите в это, скажите аминь. Повернитесь и пожмите руку двум или трем или четверым людям. Улыбнитесь так широко, как вы только можете. Слава Богу. Аминь. И затем вы можете садиться. Слава Богу. Откройте, пожалуйста, свои Библии вместе со мной на книге Притч. И мне нужно, чтобы вы оставались со мной эти несколько дней, которые Господь позволил нам с вами провести вместе в Слове Божьем. Приносите с собой свои Библии и приходите настроенными сосредотачиваться на Слове Божьем. Не произойдет ничего качественного и серьезного, если прежде не будет принято качественное решение. Вы когда-нибудь замечали, что, если вы говорите, «Знаете, я действительно верю, я чувствую, что Господь, возможно, хочет, чтобы я попастился несколько дней», вы в очередные три или четыре приема пищи съедите самые большие порции, которые вы когда-либо ели, потому что вы только что дали дьяволу об этом знать и не приняли никакого решения. Он уж тут постарается. Качественное решение – это решение, которое не оставляет пути для отступления и больше не обсуждается. Поэтому примите качественное решение. Примите его. Я буду на каждом из этих служений. Что бы ни происходило. Такого не будет, что бы я. Я уже сказал это. Я буду слышать голос Божий, и я буду там. Я буду там. И, когда я приду на эти служения, я буду сосредотачиваться и слышать, что хочет сказать Бог. Я действительно видел, как это происходило. Люди приходили на служение. И я знал кое-что о том, что было не так, или что происходило в их жизни. И особенно я видел это на служениях таких людей, как Кеннет Хейген. Такое происходило и со мной. Он проповедовал, и ты помнишь, Стэн, как он мог проповедовать, ходя перед Стэн, и затем остановиться и начать говорить о чем-то, что, казалось, не имело никакого отношения к тому, о чем он проповедовал. Помню, он остановился передо мной и начал говорить о чем-то, потратив на это минут 45. И затем он сказал, «Ну, я не знаю, почему я заговорил об этом». Что ж, я мог бы ему ответить, если бы он захотел узнать. Потому что он говорил как раз о том, о чем я спрашивал Господа перед тем, как поехать в тот вечер на служение. Но я видел людей, как я уже говорил, и я знал немного о том, что происходило в их жизни. И я видел, как кто-то, подобно брату Хейгену, начинал говорить именно то, о чем тот человек спрашивал, в чем он нуждался, и на что он искал ответы. И в зале происходила какая-то мелочь, и тот человек тут же оборачивался и пристально высматривал, что же там такое произошло. И к тому времени, как его голова снова была повернута прямо, брат Хейген уже двигался дальше. Дьявол смог отвлечь его, потому что он не принял решение слышать это. Дьявол смог отвлечь этого человека. Но если вы примете решение, все, что он говорит, я буду слышать это, даже если из-под меня выбьют это сидение. Я не сведу свой глаз с мужа Божьего или с женщины Божьей. О, дьяволу нечего этому противопоставить. Он не может с этим справиться. Аминь. Слава Богу. Оно стоит того, чтобы прийти сегодня в церковь. Аминь. Хорошо. Когда мы... Давайте я скажу это так. На моем последнем служении здесь, которое проходило в прошлом году, примерно в это же время, мы говорили о четвертой главе книги-притч. Поэтому давайте вернемся к ней и продолжим с того, на чем мы остановились. Притчи, четвертая глава. Двадцатый стих. «Сын мой, слова моим внимай и крича моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их». То есть потребуется определенный поиск верно? Нашел их. И здравие, фактически, в еврейском оригинале сказано «лекарство» для всего тела его. Теперь давайте вернемся к третьей главе и посмотрим. Есть ли здесь что-то, что могло бы вас заинтересовать? «Сын мой, наставление моего не забывай. Не забывай моего слова и моих наставлений и принципов. И заповеди мои да хранит сердце твое». Итак, позвольте мне вам напомнить здесь. Конечно, говорится о законе Моисея. Мы живем по закону Иисуса. По закону Иисуса. Меня удивляет то, что есть рожденные свыше, крещенные Духом Святым, говорящие на иных языках, верящие в исцеление христиане, которые не знают, в чем состоит заповедь церкви. Если вы у них спросите, то услышите «любить друг друга». Однако, третья глава первого Иоанна говорит, «заповедь его та верить во имя Сына Его Иисуса и любить друг друга». Верить в это имя – это первая часть. Это часть А этой заповеди. Очень важно. Очень важно. Без веры в имя Иисуса вы не сможете соблюсти вторую часть. Аминь. Теперь, утвердив это, давайте прочитаем это еще раз. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои, да хранит сердце твое». Возможно, вы захотите сделать, как сделал я. Я просто написал там сбоку, «Верьте во имя Иисуса и любите друг друга, как Он заповедал». И если я это делаю, я исполняю все остальные заповеди. О, это ставит нас в хорошее положение. Не так ли? Знаете, что это делает? Это ставит нас в точно такое же положение, в котором был Иисус. Аминь. «Ибо» Что ж, когда говорится «Ибо», вы знаете, что никто не начинает разговор со слова «Ибо» или «Поэтому». К вам когда-либо кто-то подходил и говорил, «Эй, Давид, поэтому». Нет, нет. Итак, здесь есть что-то важное, что соединяет вместе эти два стиха. Итак, обратите внимание. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои дохранит сердце твое. Верьте во имя Иисуса и любите друг друга, как я заповедал, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе». Вас это интересует? Меня тоже. «Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижале сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». И послушайте следующую часть. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Итак, он говорит, «Ходите в законе любви, соблюдайте заповедь любви, и долгота дней, и мир, и хорошее понимание, и благоволение в глазах Бога и людей, милость и истина не оставят вас». Если вы будете надеяться на Господа всем сердцем своим и не полагаться на свое собственное понимание, то давайте утвердим это сейчас. По мере нашего продвижения вперед, мы узнаем абсолютное значение послушания Слову Божьему. Иисус сказал, «Я говорю только то, что слышу, как говорит мой Отец. Я делаю только то, что вижу, как делает мой Отец. Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя». Итак, послушайте. «Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верующий в Меня дела, которые творю я, и Он сотворит». Как мы когда-либо сможем творить дела Иисуса? Тот же самый процесс. «Говорите только то, что вы слышите, как говорит Отец. Делайте только то, что вы видите, как делает Он. И Отец, пребывающий в вас, Он творит дела». Аминь. Рисует ли это картину безусловной необходимости быть послушными, когда Он что-то говорит? Вы делаете это, и вы делаете это сейчас. И вы делаете это именно так, как Он сказал это делать. И вы не говорите ничего, кроме этого. Теперь давайте вернемся к третьей главе. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой или твое собственное понимание». Одно, что это будет в себя включать, это то, что вы получаете направление от Господа. Все остальные варианты больше уже не имеют никакого значения. Авраам не помышлял ни о своем теле, ни о теле своей жены. И сказано, что он понадеялся сверх надежды. Но люди думают, что это мудрость, что это правильно помыслить обо всех обстоятельствах, посмотреть на все это и на все то, прежде, чем принять решение. Все, что вы делаете, это просто сбиваете себя с толку. Да, серьезно. Вы производите путаницу. Там происходят все эти другие вещи. Ну, знаете, мы должны помыслить и принять во внимание это, и затем мы должны помыслить и принять во внимание то. Вы близки к тому, чтобы все испортить, потому что вы сбиты с толку. И это украдет вашу веру. Это также является почвой для раздора и распри. Итак, не полагайтесь на свое собственное понимание. Ну, да, но, брат Копланд, откуда я буду знать? Что ж, если вы уделите то же самое количество времени и проведете его с Богом, вопрошая его, Иисус сказал, одно только нужно, а именно Слово Божье. Мария избрала эту благую часть. Она сидела у его ног и слушала Слово Божье. И Иисус сказал, что она избрала, выбрала это. И послушайте, что он сказал. И это не может быть отнято у нее. И помните, он сказал, сеять или сеять Слово. Сатана тотчас приходит, чтобы украсть это Слово. Почему он это делает? Что ж, он знает, что если он на достаточно долгое время оставит вас с этим Словом, вы будете говорить его, и Отец будет совершать его, поэтому он набрасывается на вас. И знаете, Иисус перечислил единственные пять вещей, которые есть у дьявола, чтобы украсть у вас это Слово. И этот список начинается с обиды. Поэтому первым делом он начнет говорить вам сюда, сюда, хочешь услышать? Нет, 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 нет. Ты слышал, что они про тебя говорили? И эти глупости, о которых ты говорил, что ты больше не берешь взаймы деньги, ты понимаешь, что они там про тебя говорят? Сюда. Ты понимаешь, что они? Понимаете? И он будет продолжать дергать вас таким образом, пока вы наконец не начнете сами говорить, они говорили это обо мне. И как только вы говорите то, что говорит он, теперь он может делать свое дело. Вы не можете изменить этот процесс. Вы лишь можете изменить слова. Этим процессом является процесс Царства Божьего, чтобы приносить «Да будет воля твоя на земле, как она на небе», заключающейся в том, что я говорю свои слова не от себя. Я говорю только то, что говорит Слово Божье. Я делаю только то, понимаете? Я не помышляю обо всем том остальном. Много лет назад, когда я был в служении только несколько лет, Господь сказал мне, я хочу, чтобы ты начал радиопередачу. Я не хотел выходить на радио, но Бог сказал, выходи на радио. Что ж, я считал, что я уже был уставшим и уже был загруженным, и я не хотел этого делать. Но в любом случае, я согласился это делать. А затем он сказал, я очень скоро гряду. Я хочу, чтобы это слово веры доносилось всевозможными путями, которыми, конечно же, в те дни были радио, телевидение и книги. С тех пор мы добавили многие другие пути. Мы добавили интернет, и я теперь проповедую на телефонах. Слава Богу. Но тогда, когда Господь только это сказал, поначалу я начал думать обо всех этих других вещах. Ну, у меня нет времени это делать, и Господь просто остановил меня. И я повернулся к этому. Не полагайся на свое собственное понимание. Перестань помышлять обо всем этом, иначе ты пропустишь план Божий. Поэтому я согласился это делать. И как только я согласился это делать, я сказал, хорошо, я буду это делать. Все, вопрос закрыт. И мы начали радиопередачу. В конце того года мы выходили в эфир где-то на 30 станциях. А это уже был почти конец года, когда Господь сказал нам начать это делать. Весь наш бюджет, весь наш доход за тот год составил порядка 350 с лишним тысяч долларов. Это был весь бюджет за целый год. Мы согласились это делать. К концу года, буквально за последние шесть недель того месяц. Теперь вы можете видеть, что случилось бы со мной, если бы я помыслил и принял во внимание все то и узнал бы все цены. Я не знал, что в Северной Америке было 700 евангельских станций. Господь сказал, я хочу, чтобы ты был на каждой евангельской радиостанции в Северной Америке, на каждой, которая возьмет твои передачи. Если бы я остановился и посчитал бы их, понимаете, у меня было бы мое направление. Когда Бог дает вам ваше направление, Он делает вас способными делать это. Это не имеет никакого отношения к вашему образованию, это не имеет никакого отношения к тому, сколько учебных заведений вы закончили, или наоборот, не закончили, не имеет никакого отношения к тому, кто ваши родители. Но если бы я остановился, посчитал все это и прикинул, сколько это будет стоить, я бы, наверное, до сих пор не был бы на них всех. Но когда вы отдаете себя в его распоряжение, как только вы говорите «Да», вы не только способны это делать, но вы теперь еще и уполномочены это делать. Но вы должны помнить следующее. В то время мы ходили в Слове Божьем, и потому что Бог так сказал, когда мы начали свое служение, у нас не было никаких долгов. И это важный момент. Понимаете? Я не знал, как жить без долгов. Но как только мы с Глорией приняли это повеление и приняли то, что говорит Слово Божье, Бог теперь обязан учить нас тому, как жить и быть абсолютно успешными в том, что Он говорит делать, и не брать деньги взаймы и не возлагать свое упование на правительственную систему, на банковскую систему или еще на что-то подобное. Итак, следите сейчас за ходом моей мысли. когда Он сказал выйдите на все евангельские радиостанции в Северной Америке я ответил да Господь и мы просто взяли из-за дела. Аминь. И как я уже сказал к концу следующего года наш ежемесячный счет за радиоэфир был больше всего нашего годового дохода за предыдущий год. И знаете что? Мы с легкостью это делали. Почему? Потому что отец пребывающий в нас он как мы сможем собрать такие деньги? Вы уже потерпели поражение? Кто из вас служил в военном морском флоте? Лин от вас когда-либо требовал собирать деньги на тот корабль на котором вы служили? Нет конечно нет вы бы не имели с ними ничего общего если бы они от вас такое потребовали почему? Потому что это их работа это работа Бога аминь это его работа он является обеспечителем отец мы прославляем тебя сегодня мы открываем свое сердце мы открываем свой разум ты сказал когда был на земле кто имеет уши слышать да слышит Господь мы открываем свои уши мы берем это мы принимаем откровение с небес и мы имеем уши слышать скажите это вместе со мной я имею уши слышать скажите это еще раз я имею уши слышать я знаю голос Господа я слышу его когда он говорит со мной и я не пойду за чужим сегодня мой день чтобы услышать небес если вы верите в это скажите аминь повернитесь и пожмите руку двум или трем или четверым людям улыбнитесь так широко как вы только можете слава Богу аминь и затем вы можете садиться слава Богу откройте пожалуйста свои библии вместе со мной на книге притч давайте вернемся к 3 главе там в 3 главе притч давайте посмотрим дальше во всех мы в 6 стихе во всех путях твоих познавая его и он направить стези твои что вы имеете ввиду познавая его да мы познаем его какое-то великое откровение да аминь мне повернуть направо или налево мне купить это или нет и дьявол говорит христианам и другим людям тоже но мы сейчас говорим о христианах если вы будете вопрошать господа это то что означает познавать его если вы будете вопрошать его то в ответ можете услышать либо нет либо замолчи ну если я буду вопрошать господа боже мой брат коплант если я буду вопрошать его это основная мысль если я буду спрашивать бога я никогда не смогу заняться тем что я хочу делать что ж две вещи номер один библия говорит что бог вложит в ваше сердце желание вашего сердца и затем он даст вам желание вашего сердца он даст вам желание вашего сердца то есть он вложит туда это желание и затем исполнит его и ловушка здесь в том что религия учила нас что если это что-то веселое красивое и хорошее то это не бог а если у вас была какая-либо мысль о том чтобы делать это и вам от этого может быть весело все забудьте об этом если вы будете слишком многого прошать бога он пошлет вас либо в китай либо в африку а может в тимбукту понимаете это страх проявляющийся против бога следовательно он против вас позвольте мне вам кое-что сказать чем больше я изучаю слово божье мы увидим это здесь буквально через минуту чем больше я изучаю его слово и чем больше я ищу его и чем больше я узнаю о нем тем больше я узнаю и понимаю что он пришел дать мне жизнь и дать мне жизнь которая стоит того чтобы жить и дать мне избыток я увидел в его слове что он дает мне все для наслаждения я господь спросил у меня я с тех пор задавал этот вопрос собранию фактически я задавал его когда был здесь в прошлом году дает ли вам бог какие-то вещи чтобы восполнить ваши нужды видите вы уже услышали ответ и это правильно нет и это правильно нет он дает нам 6 глава 1 послания к Тимофею он дает нам все обильно для наслаждения и это восполняет ваши нужды но его мотивом являются не ваши нужды его мотив это чтобы вы наслаждались жизнью понимаете нам лгали нам говорили что бог никогда не даст вам что-то для наслаждения но вы замечали что чем громче вы кричите мне нужно это мне нужно это мне нужно то мне нужно это такое впечатление что тем больше оно отдаляется потому что вы подходите к этому фактически как только вы говорите послушайте меня сейчас внимательно потому что я возгрею в вас что-то чем больше вы основываете все на том что вам нужно когда вам что-то нужно это означает что у вас этого нет мне нужно это господь послушайте ты господь ты нужен мне вы говорите мне что у вас его нет вы очень быстро можете это увидеть не так ли понимаете я не говорю веры когда говорю ему бог мне нужно это о мне нужно это господь я не говорю веры я говорю из страха но когда я обращаюсь к слову божьему и я говорю господь я вижу прямо здесь что у меня это есть вы благодарите бога спасибо тебе господь о господь теперь я стою на основании веры и я знаю что ты хочешь чтобы я наслаждался жизнью слава богу как-то раз я ехал по дороге ведущей к нашему дому там рядом с этой дорогой есть маленькое озеро и в нем было мало воды и я проезжая мимо него сказал господь о господь нам действительно нужна сейчас вода в этом озере и я помолился об этом и применил свою веру в отношении этого и когда я проезжал мимо него на другой день я поймал себя я сказал господь я бы действительно насладился хорошим трех или четырех дневным проливным дождем слава богу я бы сидел на своей веранде и пусть бы шел дождь слава богу я бы просто наслаждался им вы уже можете это чувствовать вы уже можете сказать что происходит номер один я познаю его но вы можете чувствовать разницу в этих двух молитвах хорошо итак во всех путях твоих познавай его и он направит стези твои не будь мудрецом в глазах твоих и вот это слово бойся здесь бойся господа не означает пугаться его оно означает глубокое искреннее уважение и почтение к нему оно противоположно слову презирать и слово презирать означает ни во что не ставить поэтому мы почитаем его уважаем его если вы вопрошаете господа и он говорит я хочу чтобы ты поехал в тимбукту это не время терять свое спокойствие и ваши челюсти отвиснут только лишь потому что вы не хотите ехать тимбукту откуда вы знаете вы когда нибудь были в тимбукту я вам кое что скажу если его план в том что вы были в тимбукту дорогие именно там ваше благословение именно там ваше богатство именно там ваше исцеление именно там ваша церковь и у меня есть для вас некоторые подсказки если вы узнаете где ваша церковь и вы будете в ней именно там весь божий план для вас не нужно сначала строить какие-то свои планы а затем искать поблизости какую-нибудь церковь именно поэтому есть так много мертвых церквей и пасторам трудно с людьми место которых не в этой церкви их место не там у каждой церкви есть свое поручение и не закрывайте это место в третьей главе притч и давайте откроем первое коринфянам 12 18 там говорится о теле христовом но бог расположил члены каждый каждого не только проповедников не только пасторов не только апостолов пророков и евангелистов каждого у него есть план у него есть план я сказал что у бога есть план и он никогда не составлял маленького плана если бог когда-либо и составит маленький план он все равно будет больше всего о чем когда-либо слышал какой-либо человек аминь он сказал я знаю мои планы для вас и они хорошие и так заметьте он расположил члены каждый в составе тела как ему было угодно каждого из нас каждого из нас как ему было угодно хорошо эфесянам 2 глава 10 стих мы его творение созданы во христе иисусе это рождение свыше верно верно созданы во христе иисусе всякий то есть любой человек любой человек который во христе он новое творение итак мы его творение созданы во христе иисусе на добрые дела которые бог предназначил предназначил нам исполнять у бога есть план для каждого рожденного свыше чада божьего слава аллилуйя спасибо тебе господь что ж и будет хорошо посмотреть там также одиннадцатый и двенадцатый стихи помните что вы некогда язычники по плоти слово язычник просто означает без бога которых называли необрезанными так называемое обрезанные плотским обрезанием совершаемым руками что вы были в то время в какое время я называю его Кеннет до Христа не очень приятная картина и ваша была не лучше аминь что вы были в то время без Христа вы были в то время без помазанного и его помазания которое снимает бремена и уничтожает ермо мы были без этого отчуждены от общества израильского чужды заветов обетования не имели надежды и были безбожники в мире а теперь во Христе Иисусе вы бывшие некогда далеко стали близки крови Христовой вы больше не отчуждены от общества семьи Божьей аллилуйя а теперь посмотрите первую главу послания к ефесянам павел волею божьей апостол Иисуса Христа находящимся в Ефесе святым или отделенным и верным во Христе Иисусе благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах каждого человека каждого из нас еще до сотворения мира Он Он знал всех нас И Он дал нам всем равную долю всего что есть у небес Иисуса духовные благословения в небесах Это богаче чем вы даже могли себе представить Это уже ваше И когда вы приняли Иисуса Христа как вашего Господа и Спасителя Он избавил вас от власти тьмы и вы вошли вы больше не чужие о нет вы вошли в царство возлюбленного Сына Божьего и у вас там есть права соответствующие не мне соответствующие никому-то другому а соответствующие Иисусу Аллилуйя Мне все равно что там в Тимбукту Я еду Слава Богу Слава Богу Аминь Все духовные благословения в небесах Он избрал нас в Нем еще до основания мира И у Бога есть план для вас и для меня для вас и для меня И в этом плане нет никаких болезней в нем нет никакой смерти в нем нет никакой нищеты это благословение Господне притчи 10-22 говорят благословение Господне оно обогащает и печали с собой не приносит Аллилуйя слава 34-й псалом слава 34-й псалом 27-й стих псалом 34-й 27 да радуются и веселятся желающие правоты моей и говорят непрестанно да возвеличится Господь желающий мира рабу своему или же которому угодно преуспевание его слуг итак подождите минутку здесь сказано что ему угодно что мы прочитали в первом коринфянам 12-18 Бог расположил каждого члена каждое рожденное свыше чада Божье Он приготовил специальное место для вас и для меня как ему было угодно и ему угодно преуспевание его слуг эй дорогие деньги там имеют самый низкий ранг деньги по своему рангу аж вон там но преуспевание включает в себя и деньги и намного больше чем вам когда-либо понадобится потому что вы будете отдавать намного больше чем оставлять себе истинное преуспевание это слово Божье знание и мудрость как помазанием Господа Иисуса Христа и верой в Его Слово побеждать всякое проклятие каждую проблему это истинное преуспевание слово преуспевать означает превосходить или достигать наивысшего положения в чем-то желаемом это то что означает слово преуспевание оно не означает деньги оно включает в себя деньги и вы можете быть здоровыми аминь и сильными иметь хорошего мужа хорошую жену хороших детей и не быть в состоянии оплатить свои счета то вы не преуспеваете вы можете иметь деньги но быть больными состоять в браке не с тем человеком то вы не преуспеваете и все это вы сможете обрести только в Иисусе хорошо встаньте сейчас да радуются и веселятся желающие правоты моей дарвин мне нравится разговаривать с тобой я вернусь сюда к тебе что такое его правота да это будет хорошо можешь подумать о чем то еще царство проповедь его царство его пришествие его правота это его план для вас верно которое включает в себя то чтобы идти по всему миру и проповедовать евангелие которое включает в себя финансовое преуспевание исцеление которое включает в себя да радуется я желаю его правоты которая является его праведным планом для меня для моей жены для моей жизни для моего служения и всего что Бог мне дал слава Богу неудивительно что Иисус молился и сказал да будет план твой на земле как он на небе давайте воскликните аминь слава Богу спасибо тебе Господь спасибо тебе Господь Отец мы прославляем тебя сегодня просто поднимите руки и воздайте Господу хвалу и поклонение слава Богу хвала тебе Отец хвала тебе Отец слава 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 мы благодарим тебя и мы поклоняемся тебе сегодня аллилуйя спасибо тебе Господь о слава 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 да будет воля твоя да будет воля твоя твой план твоя цель слава Богу аллилуйя Слава Слава Богу Да, аминь Хвала Тебе, Иисус Спасибо Тебе, Отец Прежде чем вы сядете, я хочу, чтобы вы посмотрели в глаза двум людям И очень целенаправленно сказали Будьте благословлены И затем вы можете садиться Будьте благословлены Аминь Спасибо Тебе, Господь Вы принесли с собой сегодня свою Библию Поднимите ее Аминь Слава Богу Спасибо Тебе, Господь Не опускайте ее, не опускайте Пусть дьяволу это станет поперек горла Аллилуйя Слава Богу Это моя Библия Это слова Бога, обращенные ко мне Я являюсь тем, кем она меня называет Я могу делать то, что, как она говорит, я могу делать Во имя Иисуса Воздайте Господу хвалу за это Слава Богу Давайте снова откроем наши Библии на четвертой главе книги Притч Мы начинали с 20 стиха Давайте вернемся на два стиха назад И прочитаем 18 стих Стезя праведных Как светило лучезарное Которое более и более Светлее до полного дня В еврейском оригинале говорится Она становится светлее Светлее И светлее Пока не завершается Слава Богу Разве это не здорово? Хорошо, 20 стих Сын мой, слова моим внимай И крича моим, преклони ухо твое Да не отходят они от глаз твоих Храни их внутри сердца твоего Потому что они жизнь Они жизнь Для того, кто нашел их И здравие или лекарство Для всего тела его Не закрывайте это место И давайте снова обратимся к посланию Киефисянам Вторая глава Десятый стих Ибо мы, Его творения Созданы во Христе Иисусе На добрые дела Или для добрых стезей Которые Бог предназначил нам исполнять Давайте прочитаем Одиннадцатый и двенадцатый стихи Итак, помните, что вы Некогда язычники Я хочу на этом остановиться Если вы знаете Иисуса Христа Как вашего Господа и Спасителя Вы не язычник Не называйте себя им Мы не языческая церковь Слово язычник означает без Бога И Павел прямо в этом стихе Это и скажет И Писание говорит Мы во Христе Иисусе Привиты к иудеям В сердце мы иудеи Аминь Поэтому не называйте себя язычниками Аминь Другие могут называть вас язычниками Но вы не называете себя язычниками Итак, обратите внимание Помните, что вы Некогда язычники по плоти Которых называли необрезанными Так называемые Обрезанные плотским обрезанием Совершаемым руками Что вы были в то время В какое время? До того, как родились свыше До того, как были созданы Во Христе Иисусе До того, как были Его творением Вы были в то время Без Христа Хорошо, остановитесь на минутку Слово «Христос» Это греческий перевод Еврейского слова «Мессия» Итак, переведите его И затем поразмышляйте над ним Еврейское слово «Мессия» Означает «помазанный» А что мы знаем о помазанном И его помазании? Мы знаем, что его помазание Это снимающее бремена Уничтожающее ермо Сила Божья Аллилуйя, аминь Итак, давайте остановимся И поразмышляем немного над этим И давайте посмотрим О чем здесь говорится Пусть это Войдет у вас в привычку Что каждый раз Когда вы встречаете слово «Христос» Вы останавливаетесь И размышляете над этим Это крайне важно Там говорится Либо Лично об Иисусе Либо же О помазании Иисуса И конечно же Вы не можете отделить Иисуса От помазания Мы говорим здесь Не об этом Но в некоторых стихах Речь идет конкретно О помазании А иногда Речь идет Лично о нем А иногда Речь идет И Об одном И о втором Вы будете видеть Такие места Где речь идет О Христе Иисусе И там говорится О чем-то Что он помазан делать И это важно В другой раз Вы встречаете Место Писания Которое говорит Мы все можем Во Христе Большинство людей Цитирует этот стих Во Христе Который укрепляет нас Но там говорится Не это Там говорится Во Христе Что укрепляет нас Там Идет речь Конкретно О помазании Мы тело То есть Мы носители Его помазания Это важно И когда мы Этого не делаем Мы так много теряем А когда мы это делаем К нам приходит Большое осознание Этого места Писания В первом Иоанна Которое говорит В нем мы получили Помазание Оно пребывает В нас Мы с Глорией Были где-то в поездке Что бывает Довольно часто И в то Рождественское утро Наша внучка Линдзи Которой тогда Было 11 лет Когда она проснулась Она никого не узнавала Ее быстро доставили В детскую больницу При медицинском центре Кука Там В Форт-Ворте Ей поставили диагноз Гнойный менингит Врач-инфекционист Сказал Кейли И их семье Что Линдзи Не доживет до утра И по дороге туда Когда я вопросил Господа Господь сказал мне Что сказать И что сделать Мы приехали в больницу Было где-то Около 11 часов Когда мы туда приехали И она лежала В специальном Инфекционном отделении И в тот вечер В том же отделении С ней лежало Еще несколько детей А задели специальный Космического вида Костюма Защитный костюм Мы зашли туда Глория стала С одной стороны кровати Я с другой Мы подошли к ней И вот что сказал Господь Он сказал Коснись указательным пальцем Коснись указательным пальцем Это значит Не использовать Для этого Свой большой палец Не подойдет Любой другой палец Когда он Сказал Коснуться ее Конкретно Указательным пальцем И это не означает Что вы теперь До конца своей жизни Всех за кого молитесь Касаетесь Указательным пальцем Нет Это не то Во что вы все это превращаете И знаете Некоторые люди Тут же организуют Евангелистскую ассоциацию Указательного пальца Или еще что-то в этом роде Нет 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 Вы делаете то Что вам сказано Каждый раз Когда вам сказано Это делать Господь сказал Коснись своим указательным пальцем Ее грудины Проговори к помазанию Которое в ней И прикажи ему Удалить эту болезнь Из ее тела Мне никогда не приходило В голову сделать такое И я сделал именно то Что он сказал Я коснулся своим указательным пальцем Ее грудины И я сказал Линдзи Я обращаюсь к помазанию Которое в тебе Поднимись И удали эту болезнь Из ее тела До этого момента Начиная с раннего утра И вот уже практически до полуночи Никто не мог понять ничего Из того Что она говорила Она была просто не в себе Вдруг она стиснула зубы И закричала Дедушка Я исцелена Во имя Иисуса Слава Богу Аминь И она была в полном порядке И по закону Она должна была Еще восемь дней Оставаться в больнице Под наблюдением Прежде чем ее могли выписать Из-за этого Она пропустила Рождество Поэтому Мы праздновали Рождество На протяжении Восьми дней В той больнице И вот еще кое-что Чем бы я хотел Поделиться с вами Научитесь делать это В своей семье Будьте сильными Как семья Вместе Говорю вам Если с кем-то из нас Что-то случается Если кто-то из нас Оказывается в больнице Мы ее Можно сказать Окупируем О да Мы были там В приемном отделении И там было Много больных детей Много детей Врачи сказали Что оно приближалось К стадии эпидемии Много детей Кто-то остался без ног Кто-то умер От этого заболевания И там В этом приемном отделении Было много родителей Которые просто Не находили себе места Некоторые из них молились Некоторые играли в карты Поэтому мы Организовали там Специальное место Туда приехала Наша молитвенная команда Из церкви И там была Вся наша семья Слава Богу Вам нужно видеть нас Когда у кого-то В нашей семье Рождается ребенок Боже мой Я не помню Какой это по счету Был ребенок Но далеко не первый И педиатр Тогда сказала Другому врачу Я тебе кое-что Скажу про это семейство Они несколько странные Но они знают свое дело И чтобы они не сказали Вам делать Делайте это Аминь И мы расположились там В больнице И начали молиться И мы спрашивали у людей Вы хотели бы Чтобы мы помолились Вы знаете Что люди не отказываются Тем, что мешает Другим людям это делать Является страх Не миритесь со страхом Он будет заражать И отравлять вашу веру Не миритесь с ним Нисколько не миритесь с ним И мы расположились там И там сидел один человек Опустив голову И я подошел к нему И он выглядел так Как когда-то Выглядел я До Христа Вы понимаете И я спросил У вас здесь больной ребенок Он ответил Да Я спросил Вы знаете Как молиться Нет Хотите, чтобы я помог вам в этом Да Я сказал Помолитесь следующим образом И Господь уже сказал мне Как с ним помолиться Очень просто Мы вместе помолились Я сказал Когда вы помолились Во имя Иисуса Несмотря на то Что вы только сейчас Этому учитесь А я делаю это Уже много-много лет Бог Услышит вас сейчас Точно так же Как он слышит Сейчас меня Поскольку мы Обязаны Этому имени Иисуса Он посмотрел На меня Да Я спросил Вы когда-нибудь Делали его Господом В вашей жизни Нет Я сказал Давайте сделаем Это сейчас Хорошо Это то Кем должны быть Христиане Аминь Мы должны быть Свидетелями Свидетель Это тот Кто знает О чем он говорит Потому что Он был там Хорошо Давайте вернемся К слову Божьему Итак Давайте вернемся И посмотрим На это Мы Его творения Созданы Во Христе Иисусе На добрые дела Или Добрые стези Которые Бог Предназначил Нам Исполнять Двенадцатый стих Вы были В то время Без Помазанного Следовательно Вы были Без Его Помазания Отчуждены От Общества Израильского Чужды Заветов Множественное Число Обоих Заветов Обетования Не имели Надежды И были Безбожники В мире Это Печальное Положение Но Действительно Печально Быть Рожденным Свыше Чадом Божьим И По-прежнему Оставаться Чуждым Заветов Знаете Сегодня Многие Христиане Не знают Что Есть Завет Они Слышали О Завете Только Как О слове В составе Названия Новый Или Ветхий Завет Большинству Людей Оно Ни о чем Не говорит Для них Это Просто Старая Или Новая Книга Но Это Воля И Завещание Бога Это Сильно Это Последняя Воля И Завещание Бога Другого Не будет Иисус Это Единственный Человек Который Когда-либо Мог Написать Завещание Умереть И Затем Воскреснуть Из Мертвых И Утвердить Своё Собственное Завещание Аминь С Которым Мы С Вами Являемся Сонаследниками Аминь Итак А Теперь Во Христе Иисусе Вы Бывшие Некогда Далеко Стали Или Были Сделаны Как сказано В одном из переводов Библии Созданы Сделаны Близки Были Сделаны Близки Вы Не Приползли Сюда Когда Вы Родились Свыше Вы Были Сделаны Настолько Близкими Насколько Только Было Возможно Вы Один Дух С Ним Один Дух С Ним Я Снова Это Сделал Я Так Обрадовался Тому О чем Только Что Проповедовал Слава Богу Да 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 Кровью Христовой Нам Нужно Снова Это Сделать А Теперь В Помазанном И его Помазание Вы Бывшие Некогда Далеко Были Сделаны Близкими Вы Были Сделаны Близкими Силой Помазания Крови Иисуса Силой Помазания Крови Иисуса Каждый раз Когда вы Видите Как что-то Говорится О крови Иисуса Это Указывает На завет Что происходит Когда мы Провозглашаем Кровь Иисуса Вы Приводите В действие Все Слово Божье Вы Приводите В действие Кровь Которая Между Вами И Богом Есть Кровь Между Иисусом И Мною Мы Взаимодействуем Друг С Другом Вы Должны Это Делать Вы Должны Взаимодействовать С Богом На основании Этой Крови Мы Семья Мы Одна Кровь Но Есть Время Когда Вы Приходите К Отцу И Вы Говорите Господь Я Обращаюсь Сегодня К нашим Взаимоотношениям Завета Между Нами Есть Эта Кровь Я Человек Завета У Меня Есть Завет С Тобой И Ты Сказал В Своем Слове И Делайте Это Только Тогда Когда Вы Знаете О Каком Слове Вы Говорите Именно Поэтому Это Так Важно Проводить Время В Слове Божьем Давайте Воскликните Аминь Слава Богу Спасибо Тебе Господь Спасибо Тебе Господь Отец Мы Прославляем Тебя Сегодня Просто Поднимите Руки И Воздайте Господу Хвалу И Поклонение Слава Богу Хвала Тебе Отец Хвала Тебе Отец Слава 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 Мы Благодарим Тебя И мы Поклоняемся Тебе Сегодня Аллилуйя Спасибо Тебе Господь О Слава 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 Да Будет Воля Твоя Да Будет Воля Твоя Твой План Твоя Цель Слава Богу Аллилуйя Слава Слава Богу Слава Богу Да Аминь Аллилуйя 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 Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Благословено имя Господа Бога. Аллилуйя. Хвала тебе, Иисус. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Отец. Прежде чем вы сядете, я хочу, чтобы вы посмотрели в глаза двум людям и очень целенаправленно сказали. Будьте благословлены. И затем вы можете садиться. Будьте благословлены. Аминь. Давайте снова обратимся ко второй главе послания к Ефесянам. Десятый стих. Ефесянам 2.10. «Ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые стези, пути, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, у каждого рожденного свыше, у каждого человека, который был создан во Христе Иисусе, у каждого есть путь, и это хороший путь. Могли бы мы использовать слово «план»? О, да. Когда Иисус сказал, «Да будет воля Твоя на земле, как она на небе, да будет план Твой на земле, как он на небе». Когда были составлены эти планы? До основания мира. Давайте обратимся к первой главе Ефесянам и обновим наш ум в отношении этого. Третий стих. Благословен, скажите, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса, помазанного, благословивший нас в помазанном Его помазании, всяким духовным благословением в небесах. Бог помазал Его, и мы в этом помазании с Ним. Бог помазал Его, и мы в этом помазании с Ним. И об этом можно проповедовать весь оставшийся вечер. Так как, то есть это на основании чего-то, Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе через Иисуса помазанного, Его помазанием, по благоволению воли Своей. Благоволение, благое, хорошее желание. Это Божье благое, хорошее желание благословлять вас несравненно больше чего, чего мы можем попросить или о чем помыслить, еще до основания мира. Кто из вас знает, что Бог никогда не изменяется? Что бы Он ни сделал еще до основания мира, это по-прежнему является Его планом. Еще до основания мира Он сказал, что вы непорочны в Его любви, в Его милости. Абсолютно. Бог знал вас еще до основания мира. Он знал вас еще до того, как появился дьявол. Он знал вас еще до того, как случился какой-либо грех. Он знал вас в абсолютном, славном совершенстве. И Он не изменился. И я вам кое-что скажу. Он не передумал в отношении вас. Он не видит вас каким-то отвратительным. Нет. Нет-нет, дорогие. Нет-нет. Нет-нет. Он по-прежнему видит вас благословленными. И Он привел в движение небеса и ад, чтобы вы снова могли быть такими, какими Он вас видит. И это хорошо для нас принять это. Аминь. У Него есть план. И Он благословлен всяким духовным благословением в небесах. И Он никогда этого не менял. Ну, наверное, мне придется кое-что из этого урезать, ведь Он такой болван. Посмотрите на все, что Он сделал. Нет, Бог не смотрит на все то, что вы сделали. Он уже уничтожил все то, что вы сделали. Всем тем, что сделал Он. И мы снова вернулись к крови Иисуса. Крови, которая сделала вас близкими. Крови, которая вернула вас туда, где вы должны быть. Да. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. На основании чего? Его благоволение. Помните место Писания? Мы не будем открывать его. В книге Исаия, в котором говорится, что Он изгладил наши преступления и больше не вспоминает их. Послушайте, Он сказал, ради себя самого. Он сказал, я больше не вспоминаю их ради себя самого. Я спросил, Господь, я знаю, что ты сделал это для меня. Но почему ты сказал там, что ради себя самого ты больше не вспоминаешь их? Он сказал, что ж, позволю тебе кое-что спросить. Тебе хочется вспоминать что-то плохое о твоих детях? Я ответил, нет. Он сказал, что ж, я забыл это, поэтому перестань вспоминать об этом. Понимаете? Когда вы принесли что-то на алтарь, когда вы исповедовали этот грех и верите, что получаете свое прощение, очищение от всякой неправедности, Он никогда больше не вспоминает об этом. И когда вы вспоминаете об этом, это в действительности является оскорблением. Аминь. Оно существует только вот здесь, потому что оно было уничтожено. Это то, что произошло с вашим грехом. Он существует только там. И вам пора удалить это оттуда. Помните, что сказал апостол Павел? Вместите нас. Мы никого не обидели, ни от кого не искали корысти. О чем вы говорите? Этот человек... Этот человек гнал и убивал христиан. И теперь говорит, мы никого не обидели? Помните, что еще апостол Павел сказал? Забывая заднее, прошлое. Я простираюсь вперед. Аминь. Верой. Понимаете, мы имеем ум Христов. Верой. У нас есть то же самое помазание очищать водой Слова Божьего нашу память от того, что было в прошлом, пока оно не будет удалено. Я не говорю о том, когда вы просто можете игнорировать это. Нет. Когда оно удалено, его нет. Мне это помогло. И знаете, вы тоже можете воспользоваться этим. если хотите. Как-то раз я разбирался с этим в своей собственной жизни. И постоянно продолжали всплывать определенные воспоминания. И я было начал говорить. Я отказываюсь это помнить. Но из моих уст вырвалось что-то другое. И я сказал, я не вспоминаю это. И я никогда не задумывался над тем, что означает слово вспоминать. Кто-то что-то спрашивает у вас. и вы говорите я не припоминаю. И мы думаем, что этим самым мы говорим я не помню. Но послушайте, что мы говорим на самом деле? Вспоминать. Я больше не воскрешаю это в своей памяти. Нет, нет. Я называю несуществующее как существующее. Слава Богу, я не вспоминаю это. Спасибо. Когда дьявол заставляет что-то мелькнуть в вашем разуме, вы просто скажите ему, ты лжец и отец лжи. И я это больше не вспоминаю. Нет, я не вспоминаю это. И каждый раз, когда он пытается давить на вас, используя это, говорите, я не вспоминаю это. И затем снова напоминайте ему, я покаялся за это перед Господом Иисусом Христом. И он верен и праведен. И он простил возгрей вас здесь. Не пишите мне, не пишите мне никаких злых религиозных писем. Понимаете? Потому что я не буду их читать. И поэтому вам незачем тратить свое время на то, чтобы злиться на меня. О, если бы я не поступал по Слову Божьему, если бы я действительно не стоял на Слове Божьем, и оно не было в моем сердце, что я прощен за это? Не тогда, когда вы чувствуете на этот счет, что все нормально. Чувство не имеет к этому никакого отношения. А только тот факт, что Библия говорит, он, Бог, верен и праведен простить нам наши грехи. Когда? Когда мы их исповедуем и очистить нас от всякой, 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 всякой неправедности. Я не буду вставать и говорить, что я не очищен после того, как я прочитал это местописание. Каким будет мое исповедание вера? Я праведность Божья. Я очищен от этой неправедности. Я позаимствовал эту фразу у апостола Павла. Я этого не делал. Это то, что он сказал, не так ли? Я просто могу слышать, как кто-то говорит, о, ну, я не знаю, не знаю. Ну, я не знаю. Что ж, продолжайте подольше держаться за свой грех, если вам это доставляет удовольствие. слава богу, да, я не вспоминаю, не воскрешаю это в памяти. И дьявол продолжает давить на вас. А вы говорите, я не вспоминаю, не воскрешаю это в памяти. И он продолжает давить на вас. Сатана, позволь мне кое-что тебе сказать. Я этого не делал. Если ты хочешь поговорить об этом, поговори об этом с Иисусом. Он единственный, кто об этом помнит. Он вообще об этом не помнит. Дьяволу тут вообще мало что остается, не так ли? Он не будет ни о чем разговаривать с Иисусом. Могу вам это сразу сказать. Он забыл об этом еще до того, как я забыл об этом. Иисус забыл это. Пойдите спросите у Иисуса, делал ли я это? Что он скажет? Да, но я простил его? Нет, потому что он не помнит об этом грехе. А, мы к чему-то приходим. Мы к чему-то сейчас приходим. Я имею ввиду, что есть определенные вещи, о которых дьявол разглагольствовал вам, которые произошли, когда вам было 6 лет, или сколько бы там вам ни было. То есть очень давно. Нет, не позволяйте дьяволу этого делать. Нет, нет, нет. Направьте это оружие на него. Эй, глупец, я хочу напомнить тебе, что сделал ты. Ты был помазанным. Ты был помазанным херувимом. главным ангелом. И ты уже никогда не вернешься назад. Ты не можешь этого вернуть. Ты потерял свое помазание. Тебя вышвырнули с небес. А я буду там вечно, на небесах. У тебя ничего нет. Я могу видеть, как ты навечно отправляешься в озеро огненное. я могу это сейчас видеть. Как тебе это нравится, дьявол? Тебе доставляет удовольствие думать об этом? Эй, куда же ты? Куда же ты? Именно это и имел в виду Иисус, когда сказал «Он лжец и Отец лжи». Писание говорит, что Он был совершенным в тот день, когда был сотворен. И затем в нем нашлось беззаконие. И этим беззаконием, которое нашлось в нем, была ложь. И когда вы говорите это, понимаете, Он не хочет об этом думать. Он не хочет вспоминать о том, чего Ему никогда не вернуть. И Он страх. Он страх. Как Бог есть любовь, так дьявол есть страх. Послушайте меня. Дьявол до смерти напуган. Именно поэтому написано «Противостаньте Ему, и Он убежит». И самое неприятное, что вы можете Ему сказать, это «Ты лжец, и Отец лжи». И это все просто начинает вставать у Него перед глазами. Поэтому Он не будет оставаться и слушать все это. Он убежит. Я думаю, вы должны воздать Господу хвалу за это. Слава Богу. Хорошо. На добрые дела, на добрые стези, пути, чтобы мы ходили ими. Да, спасибо тебе, Господь. Давайте, давайте, помня об этом, обратимся сейчас к первому посланию Коринфянам. Давайте посмотрим на то, что мы читали на прошлом собрании в 12-й главе, в 18-м стихе. «Но Бог расположил…» Заметьте, здесь сказано «расположил» в прошедшем времени. Он уже это сделал. Он уже расположил. Когда Он это сделал? Еще до основания мира. «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно». Хорошо. И так же мы читали 34-й псалом. Давайте откроем его и посмотрим на это. 27-й стих. «Дорадуются и веселятся желающие правоты Моей или Моей праведности». Как вы желаете Божьей праведности? Это когда вы внимаете Его Слово, преклоняете свое ухо к речам Его, потому что Он прав. Если ваше мнение отличается от Его, забудьте свое мнение. Даже если кажется, что тогда, Боже мой, вы лишитесь всего, что вы хотели делать. В таком случае, все, что вы хотели делать, убило бы вас. У Бога есть план, и Он изначально прав. Его план. Итак, помните, Бог расположил их, каждого, на своем месте, каждого члена в теле Христовом, для каждого рожденного свыше, для каждого есть план, для каждого есть божественный путь, для каждого, для каждого. Как Ему было угодно. Аминь. И посмотрите, насколько это важно. «Да радуются и веселятся желающие правоты Моей». Его правота – это Его план для вашей жизни. «И говорят непрестанно». «Говорят непрестанно». «Непрестанно». Это означает «Никогда не говорят ничего другого». «Говорят что, Господь?» «Да возвеличится Господь!» «Да возвеличится Господь!» «С чем бы вы ни столкнулись?» «Да будет Бог больше этого». «Бог больше этого». «Я говорю это непрестанно». «Я радуюсь и веселюсь». Его план – это большой план. Его план – это правильный план. Его план – это преуспевающий план. Слава Богу, желающему мира рабу своему. «Итак, послушайте. Я служу ему». «Да, и вы тоже. Но мы больше, чем рабы или слуги. Мы дети. Мы семья. Мы сонаследники со Христом. Чем больше вы это обдумываете, тем больше оно становится. Аминь. Итак, вы готовы? «Хорошо. Он желает мира рабу своему. И язык мой будет проповедовать правду или праведность твою и хвалу твою всякий день». Верните сейчас к посланию к филиппийцам. вы читали это снова, снова, снова и снова и снова. Вы слышали, как кто-то читал это местописание. Вы читали его сами. И сегодня вы узнаете, что оно означает. 13 стих. Филиппийцам 2, 13. «Потому что Бог» Итак, подождите минутку. «Это тот же самый Бог, который составил план для вас. Для вас есть конкретный совершенный план. Для вас есть место благодати, которое приготовлено именно для вас. Бог знает, что вам нравится. Он знает, он знает, он знает, что приводит вас в восторг. Скажу вам, он знает, что вы любите. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Итак, я вопрошаю насчет этого плана. Мне нужно знать этот план. Это то, кем я должен быть, где я должен быть, как я должен быть. Это Божий план для моей жизни. Отец, мы прославляем Тебя сегодня. Просто поднимите руки и воздайте Господу хвалу и поклонение. Слава Богу! Хвала Тебе, Отец! Хвала Тебе, Отец! Слава, 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 слава! Мы благодарим Тебя и мы поклоняемся Тебе сегодня. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! О, слава! Слава, 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 слава! Да будет воля Твоя! Да будет воля Твоя! Твой план! Твоя цель! Слава Богу! Аллилуйя! Слава! Слава Богу! Слава Богу! Да Аминь! Давайте вернемся к тому, о чем мы говорили. Мы остановились на четвертой главе книги притч. Обратимся к пятому стиху. «Приобретай мудрость! Приобретай разум! Не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих! Не оставляй ее! Не оставляй мудрость и разум, или понимание, и она будет охранять тебя! Люби ее! И она будет оберегать тебя! Посмотрите на это! Главное мудрость! Приобретай мудрость! Главное мудрость! Она является самым главным! Что это значит? Вопрошайте Господа прежде, чем делать или говорить что-то! Вопрошайте Господа прежде, чем молиться о чем-то! Получите эти слова от Него! Вопросите Его! Он тот, кто знает! Он знает план! Никогда не говорите, ну, я просто не знаю, что делать! Я просто не понимаю! Я просто не знаю! Я просто не знаю! Ну, никогда не знаешь! Да, ну, никогда не знаешь! Никогда не знаешь! Никогда не знаешь! Никогда не знаешь ну никогда не знаешь я просто не могу поверить что он это сказал вы можете поверить тому что они сказали о я просто не могу поверить в это было невозможно поверить сколько еще раз вы будете использовать слово не веря я не могу поверить я не верю я не знаю я не понимаю и потом но вы хотите вскочить и в чем-то преуспеть. О, друзья, отдавайте себе особенно отчет в обычных повседневных сленговых словах. Они никогда не основываются на вере. Они основываются на смерти. Это слова «чуть не умер от радости». До смерти испугался. «Чуть не умер от радости». «До смерти хочется пойти». «Мои ноги убивают меня». «Я думал, что умру со смеху». Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то говорил, «Я думал, что буду жить со смеху». Видите, когда я это сказал, оно прозвучало глупо. Почему? Потому что вещи Божьи являются глупостью для плотского ума. Во-первых, вам было бы достаточно просто сказать. «Меня это обрадовало». Не нужно добавлять слово «смерть». «Меня это обрадовало». Мы вам поверим. Но задумайтесь над словами, которые сейчас наиболее часто используются. Подумайте. «Невероятно». Это было просто невероятно. Знаете, вы были вчера вечером в церкви? Да. О, это было невероятное послание. Не так ли? Молюсь, что нет. Ну, я имею в виду, брат Копланд, говорю вам, в это просто трудно поверить. О, Господь. Понимаете, это то, что означает слово «невероятно». «Невероятно» означает, что оно не заслуживает того, чтобы в это верить. И мы изменили понимание этого слова. Но дьявол не руководствуется тем, что, как мы думаем, оно означает. Он законник. Он выступит против вас со словарем и заставит вас это проглотить. Именно поэтому вы выступаете против него со словом Божьим и заставляете его это проглотить. Но, брат Копланд, Бог не такой придирчивый. Вы имеете здесь дело не с Богом. Вы имеете дело с дьяволом. Но, с другой стороны, вы имеете дело с Богом. Потому что Иисус сказал, «От слов своих вы что? Оправдываетесь». И что? От слов своих осуждаетесь. Вы оправдываетесь от своих слов. Вы осуждаетесь от своих слов. И что еще? Вы дадите ответ за каждое праздное, бездействующее, пустое слово. Праздные слова. Это когда вы продолжаете молиться, думая, что раз вы молитесь достаточно долго, и вы наконец-то хорошо себя по этому поводу чувствуете, возможно, что-то произойдет. Нет. Когда вы опрашаете у Господа и узнаете слова, которыми вы должны молиться, помолитесь ими и замолчите. стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Вы начинаете исповедовать. «Да будет воля твоя». «Да будет твой план». Эта стезя не становится темнее. Ее не становится труднее найти. Нет, 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 нет. Она становится ярче, ярче, ярче. Потому что когда вы верой говорите, «Да будет воля твоя», что касается меня, я нахожусь сейчас в совершенной воле Божьей. «Я планирую, что ты поставишь меня туда, где я должен быть». Я направляюсь туда. И ты – та благодать, которая приводит меня туда. И я благодарю тебя за это. Что касается меня, это уже произошло. И вы можете находиться в десяти тысячах километров от того места, где вы в итоге окажетесь. Но Бог, благодаря вере Авраама, Он вменил, засчитал Ему это за праведность. Что касается Бога, вы уже сейчас там. И верой Он будет относиться к вам так, как если бы вы находились на своем совершенном месте. Совершенным образом делая то, что вы должны делать каждый день и каждый час. Вы на пути к этому. Если вы пытаетесь подождать до тех пор, пока вы окажетесь там, прежде чем говорить это, как вы узнаете, когда вы там оказались? Вы не узнаете. Потому что вы не можете об этом узнать. Откройте послание Иакова. Там говорится, «Он дает мудрость всем людям». Всем людям. Всем людям? Допросит у Бога, дающего всем. Просто и без упреков. Но допросит с верою, немало не сомневаясь. Из-за того, что вы не просите с верой, Он сказал, «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Поэтому без веры вы туда не попадете. Но верой вы уже там. И вот наставление. Он уже сказал с 20-го по 22-й стихи, «Словам моим внимай и кричам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Итак, «Храните или защищайте свое сердце со всем усердием». Защищайте свой дух со всем усердием, потому что из него источники жизни. Из вашего духа текут источники силы жизни. У меня нет времени, чтобы разобрать все наставления. Мы разберем сегодня только это, а все остальные будут уже следующей проповедью. Итак, послушайте меня. После грехопадения Адама люди начали жить снаружи-внутрь. Все было там, и я должен обращаться туда, чтобы получить это и принести это внутрь. Это даже вошло в церковь. Христиане по-прежнему делают то же самое. Христиане взывают к Богу, пытаясь обращаться к Нему туда и заставить Его принести это сюда. Снаружи-внутрь. Снаружи-внутрь. Нет, 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 нет. Мы родились выше. Мы были сотворены заново. Мы сейчас как Адам. Слава внутри нас. Помазание Божие внутри нас. Оно здесь. Иисус сказал, Царство Божие внутри вас, друзья. Оно там. Мы люди, живущие изнутри, наружу. Мы не обращаемся туда. Мы обращаемся сюда. Бог, Которому мы молимся, находится прямо здесь. Нет ничего плохого в том, чтобы взирать на небеса. Говорю вам, слава Богу, Бог, Которому мы молимся, Отец, Которому мы молимся. «Эй, послушайте меня сейчас». Послушайте. Иисус воссел по правую руку Бога на престоле благодати. Но если вы изучите Писание, то увидите, что вы уже были воскрешены с Ним и посажены с Ним на небесах. И Библия говорит помышлять о горнем. Начните размышлять над тем фактом, что вы уже умерли и отправились на небеса. Понимаете, ваш духовный человек умер и был сотворен заново по самому подобию Иисуса. «Вы заняли свое место на небесах. Вы посажены там». Писание говорит, «Ваше жительство» Филиппийцам 3.20 «Ваше жительство на небесах». Третья глава Колоссянам будет говорить вам так, как будто бы вы уже там, потому что так и есть. Люди говорили мне, «Ну, брат Копланд, можно настолько начать помышлять о небесах, что от вас на земле не будет никакой пользы». Нет, 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 нет. Вы начинаете настолько религиозно помышлять, что от вас на земле нет никакой пользы. Когда вы начинаете помышлять о небесах, вы становитесь очень полезными на этой земле, потому что мы солдаты в армии Господа. Мы не наняты на работу небесами. Мы развернуты. Это то, кто мы и чем мы занимаемся. И у вас есть призвание. И у вас есть ваше место. И это небесное почетное место. И оно здесь. Оно здесь. И спасибо тебе, Господь, я сделаю это. Все это проклятие, которое пришло на землю, вышло из Адама. Вот какой силой обладают люди. То, что вышло из него, изначально было благословением. Бог благословил его той же силой, которую он использовал, чтобы сотворить эту вселенную. Он увенчал его своей славой и благословением. Благословением Господнем. Плодитесь. Прислушайтесь к этому благословению. Плодитесь. До этого Адам не плодился. Разнажайтесь. До этого Адам не размножался. Речь не только о том, чтобы иметь детей. Наполняйте землю. Речь не только о том, чтобы иметь детей. Это вот что такое наполнение, пополнение запасов земли благословением Господним. Именно поэтому все творение стянает, взывает о чем? Об откровении, проявлении сынов Божьих. Потому что в нас есть благословение, которое исправит и сделает эту планету плодоносной, пока мы здесь все не завершим. Какие-то правительственные организации не могут этого сделать. Все это проклятие. Проклявшее всю планету вышло из Адама. Что ж, подумайте о том, что вышло из Иисуса. И оно в вас. И оно во мне. Превосходящее все, что вы только можете себе представить. Некоторые из вас по-прежнему сидят и как-то странно на меня смотрят. Я сказал, что я уже заканчиваю. Я заканчиваю. Вернемся к посланию к Ефесянам. Итак, помните, Иисус сказал, «Верующий в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». Он сказал, слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. «Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела». Хорошо. Ефесянам 3, глава 14 стих. «Для сего преклоняю колено Мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого, от Отца, именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, веруя вселиться помазанному и Его помазанью в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота и уразуметь, иметь близкие отношения с любовью помазанного и Его помазания, которое превосходит разумение, знание, дабы вам исполнится всей полнотой Божьей, всей полнотой Божьей, а тому Богу, от которого вы исполнены Его полнотой, от которого вы знаете и понимаете и постигаете, что широта и долгота и глубина и высота, вы хотите сказать мне, что я могу понимать, как Бог высок, как Бог широк и как Бог глубок? О, брат Копланд, никакому человеку невозможно понимать Бога. Вы можете, если Он является Учителем? Вы готовы? Вы готовы? А тому, вот, большие дела. А тому, кто действующий в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем? Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Пребывающий во мне, Он творит дела. И мы только что выяснили, что Он там. И Он там готов, хочет и может проявить Себя в полной мере. Что вам еще, дорогие, нужно? Что хотите, я скажу вам? скажу вам, что вам нужно. Вера в Бога! Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Он дал нам слово примирения. Он послал нас нести весть о том, что Бог восстановил гармонию и общение между собой и всеми людьми. Послание к римлянам 5.10 говорит, что когда мы были еще врагами, мы примирились с Богом смертью Его Сына. Бог уже восстановил общение между собой и этим миром. Через Иисуса Бог очистил, простил и вернул Себе каждого на этой земле. Это то слово, которым нам нужно делиться с теми, кто потерян. Если мы будем это делать, они не очень долго будут оставаться потерянными. Джанет Уилсон из Малвена, штат Канзас, является мамой, бабушкой, практикующей медсестрой и посвященной христианкой, которая уже многие годы связана с миссией Кеннета Копленда. В 1983 году через свою работу у нее была возможность лично встретиться с Кеннетом. Результатом этой встречи стала изменившая жизнь и повлиявшая на служение события. Я была управляющей диагностической клиникой в городе Веры, и Кеннет с Глорией проходили осмотр в нашей диагностической клинике. И один из сотрудников упомянул, что я собиралась в миссионерскую поездку в Африку. И Кеннет сказал, я думаю, мне нужно помолиться за это. И с нами ехала еще одна медсестра из нашей клиники, Джейн Андерсон. Поэтому он помолился за нас обоих. А затем он обернулся и посмотрел на меня своими проницательными голубыми глазами. Я никогда этого не забуду. И он сказал, мне нужно сделать кое-что еще. Я сказала, хорошо. Он сказал, я хочу передать тебе милость исцеления, которую передал мне Орл Робертс. И в тот момент я, конечно же, не понимала в полной мере весь результат этого. Я приняла эту милость, эту мантию. И мы поехали в Уганду, чтобы сделать прививки 250 тысячам детей, потому что ни у кого из тех детей не было никакого иммунитета к коре, и они теряли целое следующее поколение. Где-то во время второй или третьей миссионерской поездки мне выпала честь и привилегия молиться за воскрешение ребенка из мертвых. Одна мама принесла мне свою 18-месячную девочку и просто бросила ее мне в руки. И я посмотрела на этого ребенка, она была холодной и серой. Она была мертва уже какое-то время. И я знала, что искусственное дыхание и непрямой массаж сердца этому ребенку уже не помогут. Поэтому я положила ее. Я взяла статоскоп и послушала ее сердце, чтобы проверить, услышу ли я что-нибудь. Не было слышно ни сердцебиения, ни легких, ничего. Поэтому я просто начала молиться на иных языках. И я сказала, Бог, Ты сотворил этого ребенка не для того, чтобы она умерла до того, как у нее была возможность пожить. И я просто продолжала молиться за нее. Вскоре я заметила, как ее маленькая ножка немного шевельнулась. И я подумала, Боже мой, Бог действительно здесь что-то сделает. Я действительно так воодушевилась, и я продолжала молиться. Вскоре я заметила, что ее маленький пальчик дернулся еще раз. И я сказала, Бог, дай ей больше, она будет жить и не умрет, и она будет рассказывать миру о том, какой ты замечательный. И это было настолько интересно, потому что я продолжала молиться на иных языках. И вскоре этот ребенок сделал большой глубокий вдох и закричал А! Просто прокричал, понимаете? Ее мама, конечно же, была так потрясена этим, и ребенок выжил. Мы начали давать антибиотики. Через 24 часа вы бы никогда не сказали, что этот ребенок пережил смерть. Мы видели в Африке всевозможные интересные вещи, и с тех пор я побывала в 62 странах и помогла пробудить штат Бихар в Индии. Нам потребовалось два с половиной года, чтобы у нас покаялся первый новообращенный, и затем было такое впечатление, что Бог просто открыл для нас двери, как только у нас покаялся первый человек. И теперь у нас там 55 тысяч христиан. Мы открыли 149 церквей, построили 14 школ, у нас 11 детских домов, мы заботимся сейчас о 550 детях, и те первые 15, с которых я начинала, уже закончили колледж. И это первые девочки из племен в той местности, которые когда-либо заканчивали колледж, и сейчас они становятся лидерами в своих деревнях. У Бога было призвание для моей жизни, которого я не понимала в полной мере. И с годами я вошла в это призвание. По профессии я практикующая медсестра, но Бог открыл для меня столько других дверей, в дополнение к медицинской сфере, в миссионерской сфере. И я знаю, что это настоящая честь и привилегия получить эту милость, эту мантию. И это действительно было великим благословением для меня, для моей семьи и для всех людей в Индии. Мы привели там в Царство Божье миллионы людей. И это была не только Индия. Это было 62, в этом году это будет уже 63 страны. Пусть Бог вас благословит. И большое вам спасибо от всего моего сердца и от всех тех душ, которые вы привели в Царство Божье, благодаря вашей готовности поделиться этой милостью, этой мантией. Я просто люблю Кеннет и Глорию за все, что они сделали, и за все те жизни, которые они привели в Царство Божье, и которым они помогли за все эти годы. Это хорошее служение. О, спасибо, Джанет. О, вот что я вам скажу. Если вас это не зажигает, ваши дрова сырые. Слава Богу, аминь. И вот важная вещь. Мы говорим о том, что Божий план предназначен для жизни. Первое Коринфянам 12-18. У Бога есть план для каждого члена тела Христова. И Он расположил вас на этом месте, в этом плане. И этот план полон подобного рода вещей. Единственное, что Джанет сделала, она просто поехала и делала то, что Бог сказал ей делать. Он не сказал ей поехать, воскресить кого-то из мертвых. Он просто сказал, поедь, помоги этим людям. И она помогала там этим людям, благословение Господне текло. Слава Богу, аллилуйя. И как вы слышали от меня много много раз, сегодня на передаче победоносный голос вежущего день пожертвований, 6 глава Галата, наставляемый словом делись или отвечай всяким добром с наставляющим. Это то, что я сделал, когда впервые услышал, как брат Робертс проповедовал о партнерстве. Первое, о чем я подумал, я должен стать партнером. Я узнал, что Иисус сказал, сатана я сразу же сел из благодарности за это слово, которое я услышал. Именно тогда оно пускает корни. Если вы сеете в дух, вы пожинаете жизнь. Жизнь. Вы пожинаете жизнь. На греческом языке зоуэ. Жизнь вечную. Именно тогда это откровение пускает корни. И Иисус сказал, сатана не может украсть его у того, кто имеет в себе корень. Отец, мы благодарим тебя. Мы молимся и просим тебя открывать каждому человеку, который меня слышит. Как они финансово могут участвовать в этом телевизионном служении? И мы высвобождаем прямо сейчас помазание умножения во имя Иисуса. Аминь. Просто делайте то, что Бог говорит вам делать. Если вы хотите узнать дополнительную информацию о нашем служении, хотите больше узнать о Господе Иисусе Христе, о Слове Божьем, воспользуйтесь информацией на вашем экране. Если вы пропустили какую-то из передач, вы можете найти ее на нашем сайте христики7.org. И в принципе, вы можете возвращаться к ним снова, снова, снова и снова. Будьте частью хорошей церкви. Слава Богу! Идите туда и будьте частью плана Божьего, потому что Божий план больше любого шторма. Божий план больше прошлого. Присоединяйтесь к нам на следующей неделе. Это будет здорово, говорю вам. А пока я Кеннет Копланд снова напоминаю вам, что Иисус Господь.